Бронетехники, ВМС, БМС, большая доля экспорта в оборонной промышленности Турции принадлежит близкому другу Эрдогана. Это Этем Санкак, который купил акции этой фирмы у фонда страхования вкладов в 2014 году всего за 300 миллионов долларов. Оппозиция тогда заявляла, что это намного ниже нижней рыночной стоимости, что Эрдоган фактически подарил компанию близкому к нему бизнесмену. Вообще ходили слухи, что настоящий владелец Эрдоган, а Санкак действовал от его имени. Ну, что нам слухи комментировали? С другой стороны, что нам про них не упоминать? Эрдогана жалко, что ли? Интересно, что после приобретения Санкак передал 49,9% компании Катру за те же 300 миллионов долларов и стал партнером с Катарцами. А потом продал 25,1% оставшихся акций Талипу Остюрку, родственнику Эрдогану. А в июне 2021 года, вот свежей не бывает, фон Тосьяли, другой бизнесмен из ближнего окружения Эрдогана, купил все акции Санкака и Остюрка, а у него 51,1% акций за 480 миллионов долларов. Всем понятно? Понятно. Работают. Работают. Когда мы пишем на автомобилях, идущих по улицам российских городов, можем повторить относительно ситуации в наших отношениях с Германией. Ну, у нас же 80 лет, 80 лет, вообще-то говоря, с начала войны. Так вот, да, 21 год. Так вот, я не знаю, что мы можем повторить, но то, что турки многократно повторяют и переповторяют схемы и российской приватизации, и какой угодно нероссийской. Россия не является здесь открывателем этих ноу-хау, и до нас было, и после нас будет, а где-то это все гораздо наглее, как на Украине. Ну, вот это и есть факт. Такая жизнь. Надо сказать, что турецкие военные беспилотники, коль скоро мы уж говорим о турецкой военной промышленности, военном экспорте, что называется, сделали себе имя в нескольких зонах боевых действий в последние годы. Это Ливия, это Сирия, это Нагорный Карабах, а производит их фирма зятя Эрдогана. Сельчука Байрактара. Байрактар – это фамилия. Ну, и заодно название беспилотника. У нас же тоже принят МИГ, ЯК, СУ, много чего другого. После последнего по времени визита в Турцию делегации Объединенных Арабских Эмиратов циркулируют слухи, что крупный пакет крупнейшего оборонного подрядчика Турции компании «Ассалсан» будет продан Эмиратам в обмен на транше в 5 миллиардов долларов в Центральный банк Турции в рамках поддержания курса национальной валюты, которая в последнее время стремительно обесценивается на фоне отказа правительства снижать процентные ставки. А это, надо сказать, ну, и ДСХ. ДФХ такая, Режеп Таипа Эрдога. Я даже не знаю, что по этому поводу и сказать. Ну, был бы я человеком, который рекомендовывает что-то президенту, да, как это происходит в его встречах с интеллигенцией нашей творческой. Я бы, наверное, правда, не публично рекомендовал подумать о том, а зачем, собственно говоря, мы строим там атомные станции, может, нам проще получать в обмен не идиотские обещания когда-нибудь продать нам электроэнергию турецкому потребителю и оплатить тем самым десятки миллиардов долларов, которые российских денег вбиваются в турецкий рынок сегодня и которые никогда не вернутся в российский бюджет. Может, нам, тем более, что гарантии продажи электроэнергии турецкое правительство не дало, в проект этот не вошло, с половинным участием разговоры были, но турки быстро слиняли. Может, нам уже пора инфраструктуру турецкую в обмен получать? Канал Стамбул, беспилотники, ну, может, что-то конкретное, наконец, начальство с Турции получит, помимо того, что, наверное, оно получает. Было бы ужасно интересно. Ну, вот сегодня получился такой разговор. Мы очень много слышим о турецких беспилотниках, о турках на просторах СНГ, о турках в Африке, но очень мало конкретики выплывает почтеннейшей публике. Я лично могу только поздравить турецкую сторону с их достижениями. Это действительно очень серьезные достижения. Да, российский оборонный экспорт примерно в 10 раз больше. Примерно в этом году в 10 раз больше. Тенденции-то плохие. Российский оборонный экспорт в этом году сильно припал. Довольно сильно. Турецкий очень сильно вырос. И это то, что мы имеем во всем окружающем нас пространстве в рамках получаемых нами от него ощущений. Цифры пока не сопоставимы. А тут ж мало ли что. И главное, поднимается это все на российских энергоносителях, что особенно забавно. Ну, а на этом сегодняшний разговор наш подошел к концу. Да пребудет с вами сила, как говаривал герой фильма «Звездные войны» магистр Йода. Был такой ушастый, зелененький. Очень симпатичный персонаж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...